Привет, ребята, это Алена. Сегодня с вами говорим про один орган, из-за которого страдает, собственно говоря, все ваше здоровье. Во многих случаях я буду говорить об одном органе, который, наверное, вы не подразумеваете и не понимаете, почему могут происходить те или иные корреляции. Самый главный орган, который контролирует все, находится вот здесь. Я говорю, что у человека, у которого сломана нога, что-то проблемы с руками, что-то там с кишечником, с усудами, с суставами, это все поправимо. Непоправимо – это нейродегеративные изменения, и то непоправимо. Непоправимо – быстрое увядание работы головного мозга. То есть это вроде бы поправимо, но на самом деле очень много вещей, которые влияют на его работу. И если этому органу что-то не нравится, то, поверьте, в других органах будут происходить очень быстрые, грубые изменения. Поэтому я всегда за то, чтобы все органы были здоровы, все они ваши, все они любимые, все они хорошие, все они пригожие. Но есть некоторые вещи, которые супер-супер влияют на ваше физическое, эмоциональное, нервное состояние, и это головной мозг. И если что-то в организме не так, если проблемы с питанием, со сном, с вдохновением, с какими-то эмоциональными перенапряжениями, убеждениями, физическим состоянием, то человек будет находиться в ситуации дичайшего внутреннего кризиса. И если не хватает мозгу кислорода, информации, витаминов, минералов, если не проходит нормальное мозговое кровообращение, если не идет нормальная какая-то реакция, то этот орган может раздавать команду по всем остальным. Баста, карапузики, мне неудобно, я самый главный, больше всего энергии требую я, больше всего нуждаюсь в топливе я, соответственно, всем другим. Поэтому, когда мы говорим про здоровье мозга, мы говорим про состояние всего тела. Мозгу очень-очень важно, чтобы вы имели чистую воду в течение дня. Мозгу очень важно, чтобы вы ходили, двигались, убирались, стирали там что-то руками, а не машинкой, чтобы вы совершали рутинную работу. Мозгу очень-очень важно, чтобы вы занимались интеллектуально, не социальными сетями, а как там Маша своими булками перед трясет, или как она мороженое наяривает в камеру, какая Маша молодец, оооо, это про дешевый дофамин, и мозг в этот момент деградирует. Другой момент, если вы обращаете внимание на мозг, то все остальное у вас будет в большом-большом порядке, в большом-большом хорошем качестве, и, соответственно, вы будете комфортно себя чувствовать. Если мы с вами говорим про условное здоровье, то мы понимаем, что мозг с каждым годом не молодеет, и, соответственно, восстановить и остановить нейродегеративные изменения, остановить уменьшение гиппокампа, все это возможно при условии, что вы ежедневно наблюдаете за своей тарелкой, за своей двигательной активностью, питьевым режимом, сном и интеллектуальной загрузкой. Если это у вас все будет, несмотря на то, что могут быть какие-то другие проблемы с другими системами, это не так страшно, когда человек испытывает деградацию. На деградацию влияют многие вещи. Токсические вещества, тяжелые металлы, химическое воздействие, уровень физактивности, сопутствующие заболевания. Все это важно, но все это дополнение к тому, что я сказала. Ребята, если вы сможете сберечь свой мозг до старости, вы сможете все. 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 И это все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok